Большая премьера для А-350 и столько зрителей. 44 страны и более 2000 компаний. В этом году юбилейный 50-й авиасалон в Лебурже собрал рекордное число участников. В этом парижском пригороде традиционно заключаются многомиллиардные контракты. Как всегда в Лебурже большое внимание гражданским самолетам. Рынок пассажирских авиаперевозок практически не ощутил на себе последствий кризиса и по праву считается одним из самых перспективных. По прогнозам, через 20 лет в мире будет летать вдвое больше пассажирских самолетов, чем сейчас. В начале года мы рассчитывали, что число заказов будет приблизительно соответствовать числу произведенных самолетов. Но еще до авиасалона в Лебурже стало ясно, что количество, например, заказанных аэробусов уже достигло почти 70% от годового объема производства. Похожа ситуация и у Боинга. Из-за роста цен на нефть и топливо авиакомпании по всему миру стремятся избавиться от старых моделей и закупить новые и более экономичные. Это учли в Европейском аэрокосмическом и оборонном концерне. Аэробус А350, представитель нового поколения дальнемагистральных лайнеров, потребляет на 6% меньше горючего, чем его основной конкурент. И так уже весьма экономичная модель Dreamliner, которую выпускает Боинг. Да, аэробус А350 полностью изменит ситуацию на рынке. Новейшие технологии позволят снизить сдержки на 25% за счет экономии на топливе и стать лучше наших конкурентов. Вы знаете, что я имею в виду, в частности, и Dreamliner Боинга. Свой первый испытательный полет А350 выполнил всего за три дня до открытия авиасалона в Лебурже. Вряд ли в ближайшие десятилетия будут еще подобные премьеры, ведь новое поколение дальнемагистральных Боингов и аэробусов только начинает свою жизнь. А других компаний, способных на такие дорогостоящие проекты, в мире нет. Разработка А350 обошлась в 10 миллиардов евро. Но заявки на покупку более 600 экземпляров поступили еще до того, как 350-й впервые поднялся в воздух. Первый полет был не просто формальностью. На протяжении четырех часов мы изучали, на что способен самолет. Программа испытательных полетов рассчитана на 12 месяцев. Сейчас все идет по плану. Airbus, очевидно, делает ставку на А350, рассчитывая на рост прибыли. Тем более, что из-за серии технических проблем пострадал имидж его единственного конкурента, американского лайнера мечты, Dreamliner. Правда, в самом Боинге на успех европейцев стараются смотреть спокойно. Изменит ли появление аэробуса А350 стратегию Боинга? Нет. Это не изменит ничего. Конечно, какое-то влияние новинка на нас окажет. Но ведь наша дуэль началась не вчера. Может, конкуренция немного усилится. Но это не страшно. Проект А350 был ответом европейского концерна на американский лайнер мечты. Причем первоначально казалось, что этот ответ явно запоздал. Серийный выпуск самолета планируется начать летом следующего года. А Dreamliner и Боинга уже летают. Хотя время от времени у них обнаруживают технические проблемы. Спрос на аэробусы ожидается большой. Поэтому борьба на равных в небе между Европой и Америкой продолжится.